Друзья мои, добрый день! Уже 75 дней мы воюем с Хамасом, а сегодня 20 декабря 2023 год. Что тут происходит? Кто-то может мне объяснить? То есть Россия начала военную операцию на Украине, потому что она якобы угрожала ее границам. Хотя никто на Россию не нападал, никто не убивал ее мирных граждан и никто не похищал в плен 240 человек. И до сих пор Россия ведет войну в Украине. Когда недавно у них был убит русский политик, они кричали, что это террористический акт Украины. Но когда у нас было убито 1400 человек и взято в плен 240, он не готов был признать Хамас террористической организацией. А как это назвать? Когда Россия забирает территорию Украины, они говорят, что делают это во благо безопасности своего народа. Когда мы расширяем свои границы, дабы избежать террора, и ставим там забор, они кричат, что мы оккупанты. Но когда приводишь им это сравнение, у них остается только одна отговорка. Мы убили в 10 раз меньше украинских детей, чем вы, палестинских. То есть если бы гибель мирного населения была равна Украине, вы бы перестали кричать, что мы оккупанты? Признали бы Хамас террористической организацией? Перестали бы говорить в ООН, что у Израиля нету права на самозащиту? Давайте закончим этот цирк. Путину выгодно иметь связи с арабами, потому что если не они, он останется один. Исламисты нападают на людей каждый день. И именно это, именно то, что исламисты нападают и убивают людей в Париже, в Москве и во всем мире, доказывает, что никакие разговоры, вся эта болтовня про какую-то там территорию некой Палестины, которая не является, нет такого государства Палестины. Палестина это бандитская организация, которая ведет себя как бандитская организация, у которой главная цель существования этой антижизни, это убивать людей, в том числе израильтян. Никаких других целей существования нет, ни науки, ни искусства, ни движения в цивилизацию. Никаких целей они не декларируют и не исполняют. Главная цель это убийство людей. Что это за такая организация? Они хотят стать страной, они никогда не станут страной. Это бандитская ячейка, как и бандитская организация, так называемый Иран, который был в 78-79 году захвачен религиозными террористами. И надо было сразу тогда мировому сообществу освобождать Иран, иранский народ от этих дикарей. Это не было сделано, и сегодняшняя трагедия мира иранского народа и Израиля состоит в том, что тогда, в 78-79 году, мировое сообщество пропустило захват целой страны исламистскими террористами. Россия продолжает информационную войну против своего нового врага. А теперь, наряду с Украиной, место среди противников Кремля занимает в том числе и Израиль. Если до 7 октября российские пропагандисты в основном распространяли фейки про Украину, то теперь в центре их внимания, кроме Украины, еще и еврейские государства. Например, на прокремлевских страницах в социальных сетях в эти дни распространяется фото некого конструктора, выпущенного известным производителем Лего. И, как утверждается, на этом конструкторе изображены кубики в виде развалин зданий в текторе газа, и называется этот конструктор, соответственно, Газа-Сити. Намек и смысл того, что хотят сказать пропагандисты, вполне понятен. Европа относится к палестинцам как к людям второго сорта, европейцам наплевать на их страдания, на разрушение их домов, и они относятся к ним цинично. На самом деле это изображение подделка, и никакого конструктора Газа-Сити всемирно известный производитель Лего не выпускал. В реальности пропагандисты взяли на самом деле существующий конструктор, в этом конструкторе дети могут собрать железную дорогу. И вот на этот конструктор было искусственно наложено фото этих каких-то непонятных кубиков, которые можно интерпретировать как развалин здания. То, что это один и тот же конструктор, явно видно из фотографий, которая боку этого конструктора, на коробке. Там изображена железная дорога. И вот эта железная дорога, она одна и та же, как на настоящем Лего, так и на поддельном. Так что реальный конструктор, по-настоящему выпущенный производителем Лего, не имеет никакого отношения к сектору Газа. Таким образом, российские пропагандисты верны своим традициям, врут и не краснеют. Более подробную информацию смотрите на нашем сайте и подписывайтесь на наш канал. Сейчас нам необходимо действовать просто очень решительно. Не танцевать, как именицкие танцы, знаете, два шага вперед, шаг назад, снова шаг вперед, два шага назад. Нет, нам нужно просто принять решение и действовать в соответствии с ним быстро и решительно. То, что мы уже провозились 55 дней войну судного дня, на 19-й день мы были по дороге в Каир и в Дамасо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Израильтяне, как утверждают арабские СМИ, буквально только что впервые нанесли удар по Йемену. Там, в городе Сана, ВВС Сахал, как предполагается, уничтожили склад с баллистическими ракетами и дронами. И те, и другие орудия уже применялись йеменскими боевиками, хуситами, против Израиля. Хотя и безуспешно, поскольку все они и ракеты, и дроны перехватывались передовыми средствами ПВО Израиля, а также системами ПВО американских ВМС, которые дежурят в Красном море. Я напомню, что хуситы, вот эти иранские прокси, вместе с Хезбаллой на севере Израиля, вместе с другими боевиками, которые поддерживают Иран, собственно, объявили Израилю войну с самого начала операции «Железные мечи». Правда, сама эта война, в общем, только на бумаге и на словах, и в интернете является войной. В реальности все это, по большому счету, в крайнем случае ограничены боевые действия. Вот как те, которые ведет Хезбалла, которая, между прочим, только по подтвержденным данным, потеряла за это время в борьбе с израильтянами 70 человек. Тогда как израильтяне, насколько можно понять, не потеряли фактически ни одного. Ну, а вот этот удар по складу с дронами и баллистическими ракетами, которые нанесли ВВС Израиля по Йемену, был ответ хуситам, которые заявили, что вместе с Хамасом, опять же, готовы продолжать войну с Израилем. Правда, они забывают напомнить, о чем именно заключалась их роль Ирана, если только забыть про провалы с обстрелами израильской территории, вот теми ракетами, которые им, очевидно, передал Иран. То есть, ведь в реальности, йеменские хуситы никак не участвуют в войне против Израиля. Ссылаясь, между прочим, на то, что их, мол, по земле не пускают соседние страны, а то, безусловно, они бы добрались до Израиля и, конечно же, захватили бы Иерусалим, как говорят они об этом в своих официальных высказках. Здесь надо понимать, что Израиль и его главный союзник, Соединенные Штаты, продемонстрировали, что купол над израильской территорией против иранских ракет действительно работает. Большой вопрос заключается в том, а насколько хорошо работает иранский купол против высокоточного оружия, применяемого Израилем и Штатами? Полагаю, что в Тегеране найдется немного желающих найти ответ вот на этот вопрос на полях сражений. А потому, я полагаю, мы и дальше будем наблюдать, как иранские режимы вместе со своим союзным российским, а также террористическими прокси, такими как иемецкие хуситы и ливанская хизбалла, будут подпевать Хамасу из-за морей и океанов, заверяя в своей поддержке. Но в реальности ни одна из этих сил, конечно же, не рискнет столкнуться с израильской и американской машинами, которые уже показали, во что превращают своих врагов. Они их превращают в пепел и в выжженную пустыню, если только те посмеют угрожать безопасности Израиля. Особенно же осторожными сейчас следует быть руководителем вот всех этих террористических огруппировок, хоть так называемых государственных, хоть, собственно, прокси Ирана. Потому что сейчас, например, лишь вопрос времени, когда и где будут уничтожены руководители движения Хамас, а все они находятся за границей. Как стало известно, в пятницу от израильских источников газеты «Остриджонал» Нетаньяху уже поручил спецслужбам Израиля разработать планы ликвидации высших руководителей Хамаса за пределами сектора газа, где бы они ни скрывались, в том числе в Турции, Катаре и других странах, где они проживают. Эти планы должны быть осуществлены после завершения борьбы с Хамасом в Газе, поскольку если бы вот этой бандой Израиль занялся сейчас, то операции на иностранных территориях могли бы просто сорвать усилия по освобождению заложников. Короче, время для главарей Хамаса, ну в том числе, например, Ияхю Синвара и его соратников, подходит к концу. Они мертвецы, даже если еще не осознали этого. Есть у Израиля и план в отношении самого сектора газа. По данным Reuters, которая выпустила соответствующую заметку сегодня, израильские власти по официальным каналам уже сообщили и Египту, и Объединенным Арабским Эмиратам, и Саудовской Аравии, и Иордании о том, что после войны на границ сектора газа будет создана особая буферная зона безопасности для предотвращения возможных атак в будущем. И размер вот этой буферной зоны будет от 1 до 2 километров. Советник Нетаньяху Афир Фалк, комментируя это сообщение, сказал, что предполагаемое решение будет включать в себя три этапа. Уничтожение Хамаса, демилитаризация сектора газа и дерадикализация всего анклава. Всем добрый вечер. Как ваши дела? Как проходят ваши выходные? Надеюсь, нормально. Сегодня не будет длинный ролик, я просто расскажу вам несколько фактов, а вы уже выбираете, к чему у вас душа лежит. Итак, начнем. Россия. Гражданское население в Палестине бомбить нельзя. А в Украине можно. Турция. Два миллиона палестинцев имеют право на свое государство. А вот 40 миллионов курт их не имеют. Египет. Мы так переживаем за палестинцев, но к себе их не пустим. Куси ты и съемли. У нас в стране полная разруха, но мы будем бороться с евреями. Западные леваки и ЛГБТ-активисты. Палестинцы – прекрасные мирные люди. Но мы к ним не поедем. Нас там убьют. Ну и, наконец-то, всеми любимые террористы – хумусы. Мы не должны заботиться о жителях Газы. О ООН пусть о них заботится. И Израиле. Ну и как выяснилось, кто во всем этом виноват? Угадайте. Израиле. Амисраил Хай. Господин генеральный секретарь, ООН была создана для предотвращения злодеяний, для предотвращения варварских зверств, подобных совершенному Хамасом. Но ООН терпит неудачу. И вы, господин генеральный секретарь, потеряли мораль и беспристрастность, потому что, когда вы говорите эти ужасные слова о том, что эти отвратительные нападения произошли не в вакууме, вы поощряете терроризм. Вы оправдываете, оправдываете терроризм. Хамас обезглавливает младенцев, сжигает семьи, насилует женщин, похищает детей, людей, переживших Холокост. А генеральный секретарь обвиняет жертву. Вы обвиняете Израиль. Это чисто кровавый навет. И я думаю, что генеральный секретарь должен уйти в отставку, потому что отныне каждый день, пока он находится здесь, в этом здании, если он немедленно не извинится, нет никакого оправдания существованию этого здания. Гутареш почти извинился. Я шокирован неправильным толкованием некоторых моих вчерашних заявлений в Совете Безопасности, как если бы я оправдывал террористические акты со стороны Хамаса. Это ложь. Все было наоборот. В начале моего вчерашнего выступления я четко заявил, я цитирую, «Я однозначно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты Хамаса 7 октября в Израиле. Ничто не может оправдать преднамеренные убийства, ранения и похищения гражданских лиц или запуска ракет по гражданским целям». Конец цитаты. Действительно, я говорил о недовольстве палестинского народа, и при этом я также четко заявил, цитирую, но недовольство палестинского народа не может оправдывать ужасающие нападения Хамас. А затем я продолжил свое выступление, изложив все свои позиции по всем аспектам ближневосточного кризиса. Я считаю, что мне было необходимо прояснить ситуацию, особенно из уважения к жертвам и их семьям. Спасибо. Заседание Совета Безопасности ООН, на котором был представлен американский проект резолюции по ситуации в секторе Газа, прошло на фоне взаимных обвинений. США настаивают на том, что гуманитарные аспекты должны идти в связке с правом Израиля на самооборону и обеспечение собственной безопасности, что сделать без уничтожения Хамаса в сегодняшних реалиях не представляется возможным. Где возмущение, где отвращение, где неприятие, где открытое осуждение этих ужасов? Мы должны подтвердить право любой нации защищать себя и не допускать повторения такого ужаса. Ни один член этого Совета, ни одна нация не стали бы терпеть резню своего народа. Мы все полны решимости предотвратить распространение этого конфликта. С этой целью мы призываем все государства-члены направить твердый единый сигнал любому государственному или негосударственному субъекту, который рассматривает возможность открытия еще одного фронта в этом конфликте против Израиля или партнеров Израиля, включая Соединенные Штаты. Не надо, не подливайте масла в огонь. Члены этого Совета и, в частности, постоянные члены несут особую ответственность за предотвращение распространения этого конфликта. При этом Блинкен прямо дал понять, кого в Вашингтоне считают главным интересантом эскалации. Позвольте мне сказать это перед Советом, и позвольте мне сказать то, что мы постоянно говорили иранским официальным лицам по другим каналам. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном. Мы не хотим, чтобы эта война расширилась. Но если Иран или его прокси будут нападать на персонал США где угодно, не заблуждайтесь, мы будем защищать наших людей. Мы будем защищать нашу безопасность быстро и решительно. Встреча лидера Хизбаллы, Хасана Насралы, с представителями Хамаса в Бейруте – лишнее подтверждение того, что проиранские группировки координируют свои действия с террористами из Газы. Иран, впрочем, свою причастность категорически отрицает, однако практически не скрывает того, что доволен развитием событий. Гость-секретарь США в очередной раз попытался ошибочно возложить вину на Иран. Иран категорически отвергает эти беспочвенные обвинения. Наша приверженность региональному миру и стабильности остаются непоколебимой. Иран присоединился к международному сообществу, поддержав призыв к немедленному прекращению огня и прекращению беспощадной военной агрессии Израиля, также обязавшись остановить насильственное перемещение более миллиона человек из сектора Газа. Непоколебимая поддержка Соединенными Штатами оккупации и агрессии превратила их в активную часть проблемы, ну, на жертву. Россия со своей стороны также заняла сторону палестинцев и дала понять, американский проект не пройдет. Представитель Москвы Василий Небензи обвинил Вашингтон в том, что тот, равно как и Израиль, не заинтересован в прекращении огня и лишь маскирует свои милитаристские планы под гуманитарные. Продавить новый проект, насыщенный политизированными, неуместными и крайне сомнительными положениями. С тем, чтобы союзникам США в Совете Безопасности было проще проглотить горькую пилюлю и проголосовать за предложенный американцами текст, авторы насытили его бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти по ходу своей наземной операции. При этом они постарались сделать так, чтобы ничто в проекте не препятствовало Западному Иерусалиму ее осуществить. Коллеги, мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета Безопасности, это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не можем, и не сможем его поддержать. США при этом не скрывают, что действительно не считают правильным останавливать боевые действия в данный момент. Однако подчеркивают, что для обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор газа необходимы гуманитарные паузы. Пентагон советует израильтянам использовать сочетание высокоточных авиаударов и точечных рейдов спецназа. Подобная тактика опирается на опыт борьбы коалиционных сил с боевиками группировки «Исламское государство» за иракский Масул, когда в основном использовали силы спецподразделений. Как и Хамас, боевики ИГИЛ построили туннели по всему Масулу и использовали гражданское население в качестве живого щита. Поэтому борьба за город оказалась более трудной и затяжной, чем предполагалось изначально. Чтобы донести эту мысль, администрация Джо Байдена направила в Израиль генерала корпуса морской пехоты Джеймса Глина, имеющего большой опыт боевых действий в Ираке. для консультирования ЦААЛя по вопросам планирования тактического наступления. Тем самым США ясно дали понять, Вашингтон полностью поддерживает стратегические задачи Израиля по уничтожению Хамаса. Мы хотим видеть все меры защиты гражданского населения, а пауза в операции – это инструмент и тактика, которые помогут обеспечить это в течение временных периодов. Это не то же самое, что прекращение огня. Мы считаем, что полное прекращение огня выгодно Хамасу. Пока международное сообщество не может прийти к консенсусу относительно урегулирования конфликта, ситуация продолжает накаляться. Президент Турции Раджаб Тайп Эрдоган отменил планы посещения Израиля из-за его, как он выразился, бесчеловечной войны против Хамаса. Турецкий лидер при этом подчеркнул, что считает боевиков группировки не террористами, а борцами за свободу. У нас был план поехать в Израиль, но он был отменен. Мы не поехали. Если бы у него были добрые намерения, наши отношения могли бы улучшиться. Но сейчас, к сожалению, этого не произойдет, потому что они воспользовались нашими добрыми намерениями. «Эй, Израиль, Запад тебе многим обязан, но Турция тебе ничего не должна». Слова турецкого президента на фоне отзыва израильского посла, после того, как представитель правящей партии справедливости и развития публично помолился за упокой души Гитлера и выразил надежду на то, что мир избавиться от евреев, по мнению некоторых аналитиков, могут рассматриваться, как частичная победа врагов Израиля. Вне зависимости от того, как будут развиваться события, и чем закончится нынешняя горячая фаза конфликта, Иран добился одной из главных целей. Процесс нормализации между еврейским государством и мусульманским миром потерял актуальность в обозримой перспективе. Владимир Унанянц, 9 канал. Владимир Унанянц, 9 канал. Владимир Унанянц, 9 канал. Продолжение следует... В считанные дни собрана армия под 360 тысяч человек, люди все бросали и шли на призывные пункты, приезжали из-за границы, все дела свои оставляли, у всех ощущения, это мой дом, это мой дом, дом в опасности. И все приехали. И видишь, как все меняется, только что кто-то был левым-правым, сейчас они вместе, идут в бой вместе. И разные взгляды были, уже один взгляд. Такое настоящее единство Израиля, то есть беда соединила всех. Мы должны полностью обезвредить Хамас, уничтожить эту организацию, сделать так, чтобы в секторе газа была нормальная жизнь, как она была когда-то. Так. Когда-то можно было ехать даже в сектор газа, туда ехали. Закупаться. Да. Чинить машины, все, что... Да, 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 да. И они нормально жили. А потом, конечно, из-за этой организации, Хамас, газа стала абсолютно врагом Израиля. Так что то, что нам надо сделать, это восстановить нормальное общение. А вот если атмосфера поиска виновных начинает происходить, как с этим сейчас жить? С этим никуда не денешься от этого. Надо смотреть реально на вещи. То есть это живет в человеке? Это живет в людях. Когда столько погибших и столько вообще проблем, то это не уйдет само по себе. Время это не изгладит. Нет. Поэтому надо понимать, что мы должны с этим будем разбираться долго. То есть если возникает вот это вот ощущение, оно возникает во многих, конечно, потому что видят там прозевали, здесь прозевали, как могло такое случиться, то это не надо давить в себе. Нет, нельзя этого давить, надо просто хорошо разобраться со всеми планами на будущее. А скажите, пожалуйста, вот когда вы произносили такую фразу в нашей передаче, вы сказали, ощущение виновности должно быть у всех. Вот это вот как понять? Скажите, пожалуйста. Мы позволяли себе делать все только, что можно, чтобы ослабить государство этими бесконечными демонстрациями. То есть столкновениями между собой. Да, 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 столкновениями между собой. И этим дали возможность террористам делать то, что они хотят. То есть вы от этой фразы не отходите? Вы действительно... Нет, конечно. В этом виноваты именно мы. И вы говорите мы. Мы и они. Не те, кто выходил там, не те, кто... Нет, 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 я не снимаю из себя в том числе никакого... Ответственности? Нет, здесь не может быть двойных стандартов. Виноваты все. А как с этим жить? Вот скажите, пожалуйста, с этой виной. С этим жить? Ну так ты не живи. Нет, ну когда ты видишь, что там произошло, и ты еще чувствуешь себя виноватым, это не очень-то просто. Так что ты можешь сделать? Закрыть глаза и сказать, этого нет? Уже не могу. Уже не могу. Возможно все это перевернуть? То есть возможно вот из этого ощущения выйти в другое? Вот сейчас? Только если над этим постоянно работать. Что вы подразумеваете? Я имею в виду, что мы должны восстанавливать между нами правильные отношения, чтобы мы прекратили эти бестолковые демонстрации, которые в принципе ничего не дают, кроме ослабления государства. И играют только на пользу таким организациям, как Хамас. Так что у нас проблема. Вот сегодня мы видим это единство. Вы знаете, вся эта помощь, все это, знаете, взаимное поручительство. Вот сейчас, всегда во время войн мы собираемся. Собираемся. Я не знаю. Я лично не уверен, что народ может извлечь из этого такие хорошие выводы. Это все пройдет, это все быстро сменится, забудется, спрячет голову под крыло и все. То есть вы считаете, что вот те ужасы, которые записаны у пророков, которые возможны, да, возможны и могут быть? Они возможны. И мы должны обязательно таким образом жить, пока не достигнем полного исправления, быть друг с другом в абсолютной любви. То есть если любовь не будет над всеми разногласиями, то в итоге мы проснемся в море. Выкинутые отсюда, да? Любовь над всеми разногласиями, это зависит от нас, чтобы она поднялась? Конечно. Каждый должен сказать, что это зависит от него. И то есть разногласия остаются, а я поднимаюсь над ними? Да. Именно в этом исправлении. И то есть разногласия остаются, а я поднимаюсь над всеми разногласиями. Потому что когда вот здесь, в Тель-Авиве, звучала несколько лет назад сирена, и люди вынуждены были скрываться и искать укрытия, ведь никто не разделял их на обладателей российских паспортов, израильских паспортов, других паспортов. Они все одинаковой мере подвергались ракетному обстрелу. А что такое ракетный обстрел, если не акт войны, агрессии или террора? Да. Разумеется, мы осуждаем такие обстрелы. И это все, что вы можете сказать? То есть есть плохие террористы, есть хорошие? Мы вообще не считаем их террористами. Президент Израиля Исхак Герцег. Вместе с женой он встречает сына, который вернулся на побывку. Он воевал в Газе, и с ним не было связи. В израильском правительстве на войну отправились младший сын премьер-министра Нетаньягу, двое детей министра обороны Галанта, трое сыновей министра Бени Ганса, двое сыновей министра Айзенкота, сын министра социального обеспечения Марджи, старшая дочь министра транспорта Регев, дочь министра экономики Барката, двое детей министра али и интеграции Сафера, сын министра науки и инноваций технологии Акуниса, все дети министра сельского хозяйства, двое детей министра просвещения, Двое сыновей министра стратегического планирования, 18-летний сын министра нацбезопасности, 8 членов семьи министра Арит Струк, четверо ее детей и четверо мужей ее дочерей. Члены семьи министра труда, причем один из его родственников получил ранение в зоне боевых действий. Сын министра Ифат Шашибетон, причем с первых дней войны и тоже воевал в Газе. Двое детей министра юстиции и только один министр, Гедеон Саар, у него дочки уже отслужили и их не призвали. А младшие дети от другой жены, они совсем маленькие еще. Вот это правительство Израиля и дети правительства Израиля. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто из детей высшего военно-политического руководства России отправился на войну в Украину? Больше комментариев нет. Многие из вас думают, что по истечении двух-трех месяцев бомбардировок Хамаса все закончится, что Израиль свергнет правление Хамаса и в Газе наступит тишина и покой. И на нашей стороне, естественно, тоже. Друзья мои, это совсем не так. Много чего вам не договариваюсь сегодня. Возможно, что армия удастся устранить правление Хамаса в Газе на официальном уровне, но и в угрозу с его стороны безопасности Израиля устранить так просто не получится. В такое короткое время, друзья, это просто невозможно. И это боятся говорить, как те политики, которые сейчас в правительстве, потому что понимают результаты, реакцию, так и те, кто против них, тоже молчат, хотя могли использовать это как механизм политический. Потому что если они это скажут и придут на их замену, им придется делать то же самое, внушать людям надежду откровенной ложью касательно данной ситуации. На вопрос, как Хамас сейчас себе добывает средства, друзья, ну это очень просто и банально. Хамас создал сегодня черный рынок. Он ворует у местных жителей гуманитарную помощь, которую поставляют Израиль и другие организации гуманы. ООН способствует им в этом. И они продают это все за большие деньги жителей газа, для которых предназначалась эта помощь. И поверьте мне, организация ООН прекрасно знает о наличии этих происшествий. Но какая же она у нас будет, та самая картина победы, да? Вот мне говорят, мы там до победного, до победного. Какая она будет, эта победа, да? А ее не будет, друзья. За исключением грандиозных разрушений в газе, вот этими фотографиями и видео из новостей, которые мы будем видеть для того, чтобы успокоить нас. Убийство Синуара и его коллег, естественно, тоже даст нам какую-то, ну, вот, в отмеску, то, что мы отомстили, то, что они заплатили цену и так далее. Но на этом история с победой закончится, потому что Хамас, даже потеряв власть, будет стараться реанимироваться. Друзья, мы уже все должны понять, и чего нам не говорят правительства, Израиль вернулся в газу. И это надолго. Единственное, что будет меняться для нас, те, кто находятся в тылу, это фазы войны. Но для того, чтобы за все годы, то, что Хамасу удалось там сделать, нужны тоже годы, вы поймите. И эти фазы будут непосредственно меняться. Армия обороны Израиля уже надолго останется внутри сектора газа. Ну, и это единственная адекватная, так сказать, единственная адекватная стратегия, которая имеет место быть для того, чтобы хотя бы на тех порах, что мы еще не решили вопрос угрозы безопасности Израиля, хотя бы военным путем сдвинуть эту угрозу куда подальше. Но это все также ценой солдат армии обороны Израиля и теми, кто будут добывать нам эту тишину и безопасность ценой своей жизни, как, в принципе, раньше было в Ливане. А Хамас будет пытаться реанимироваться, даже если туда придет новое правление, даже если туда воскресят саму королеву Англии, Хамас будет продолжать пытаться наносить вред Израилю, потому что у него есть союзники, Российская Федерация, которая имеет возможность доставлять боеприпасы Хамасу, Иран, который отвечает за все преступления. И я скажу следующее, что пока Иран не будет уничтожен, Хамас, Хизбалла, Хуяс или какая-то другая херня на территории палестинской автономии, мы будем в этом говне ковыряться вечно. И самое главное, друзья, у нас появилась, помимо Газы, абсолютно новая угроза. И это угроза, которую мы сейчас просто игнорируем. И Хамас, и его спонсор, и Иран, и ООН, и Российская Федерация, все уже понимают, что Газина стал пиздец. Ее разнесут и будут держать в ежовых рукавицах. Так как же досадить евреям? Как же продолжать свои варварские, террористические, антисемитские убийственные действия по отношению к евреям, которые виноваты в том, что Россия безуспешная страна, что Иран такой и так далее. Как продолжать ненавидеть евреев и доставлять им страдание и боль? Так вот, об этом, что же за новая угроза, вы узнаете из следующего видео в моем телеграм-канале, который прикреплен в шапке профиля. Добро пожаловать! Здесь птицы не поют, Деревья не растут Сюда со всех концов страны Все в Милуим идут И правый служит тут, и левый И друзы вместе с Харидин Ведь это наша общая проблема Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим На сборы едем и сквозь пробки Уже нет места для машин А может газу превратить в парковку? Одну на всех, мы за ценой не постоим Одну на всех, мы за ценой не постоим Зато еды у нас навалом Мы столько бамбы не съедим Вчера прислали даже суши с салом Один на всех, мы за ценой не постоим Одним на всех, мы за ценой не постоим С парнями служим, мы на равных Когда в засаде мы сидим Я фотку сделаю для Инстаграма Одну на всех, мы за ценой не постоим Одну на всех, мы за ценой не постоим Хотя и помощи не просим Сказать мы Байдену хотим Спасибо, что прислал авианосец Один на всех, мы за ценой не постоим Один на всех, мы за ценой не постоим Наш танк опять вернулся в газу Снаряд готов, а вместе с ним Пошлем и фламенный привет КамАЗу Один на всех, мы за ценой не постоим Один на всех, мы за ценой не постоим Так служим мы достойно И вместе победим Израиль снова будет спокойно Один на всех, мы за ценой не постоим Один на всех, мы за ценой не постоим Теханות, охрана кам'кодкод Айна им думат Валерфу, айна им думат Валерфу, айна им думат Зву не сфу мельхама Валерфу, айна им думат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok